Добрый день! Сегодня мы рассмотрим трешку от компании Moe, называется RS3M. Это кубик, у которого применена система магнитной левитации, то есть пара магнитов вместо пружин. Здесь как раз на коробочке можно это наблюдать, и здесь пружин нет. Продается под названием RS3M 2021 или RS3M Maglev. Здесь же написано просто RS3M и что-то по-китайски. Быть может где-то еще есть какие-то познавательные знаки, но не вижу. Код товара MF8900. Открываем. Здесь куб, подставка и бокс с аксессуарами. Не как у Юксина с пустотой, а что-то в нем есть. Внутри нас ожидает много всего инструкции. Побольше, чем Юксина на Little Magic V2. Ну, здесь какая-то информация на английском, на китайском. Метод для начинающих есть. Дальше, здесь как пользоваться двойной настройкой, двойной регулировкой. И зачем-то еще инструкция, как собирать подставку, которую кладут в VRM. Ну, понятно, что просто бумажка одна на всех. И вот эта система двойной настройки есть и в VRM, и в RS3M. Но бокс с подставкой только в VRM. Подставка, отвертка, запасная регулировочная гайка и ключик, которым нужно все это регулировать. Как мы помним, это не первая модель RS3M от компании Moyu. Изначально был вот такой вот глянцевый RS3M, очень хороший, мне даже нравился. Потом RS3M 2020 и вот у нас версия 2021 года. Что грустно, визуально все эти версии мало отличаются. Ну, если глянцевый с более круглыми уголками, самый первый RS3M еще как-то можно выделить, то вот эти, ну, на первый взгляд, прям совсем одинаковые. Maglev, либо магнитная левитация. Сейчас модное явление. Кубики ГАН есть системы Maglev, VRM и вот RS3M. Мне не понравилась предыдущая модель RS3M 2020 и не особо хотелось покупать следующую. Но было желание протестировать систему Maglev. Я понимал, что вряд ли она меня удивит, но купил самый дешевый кубик, который с этой системой продавался. В чем же суть? Вместо обычной пружинки под болтиком я разбирать не буду, так как дело не особо нужное. Если болтик открутить, там как раз эта система будет. Там два магнитика, вот как на картинке. И как это работает? Если пружинка просто сжимается, то магниты, имея два полюса, могут отталкиваться. Но если мы просто так разделим, они притягиваются, разноименные полюсы. А если мы попробуем полюсы поменять, то уже магниты начинают отталкиваться. То есть я не могу их соединить, они отходят друг от друга. Таким образом получается, что отталкивающие магниты заменяют пружину. В этом весь смысл системы. Вроде что-то должно было поменяться. Ну да, кубик поменялся, вращается по-другому. Хотя строение мы сравним, и вряд ли там изменения кардинальные. Давайте сделаем одну сборочку. Сразу скажу, что из коробки этот куб чрезмерно быстрый. Я его заливал густой смазкой, чтобы как-то успокоить. Не сильно помогало. Но кто любит очень легкие, очень быстрые, малоконтролируемые кубы, вам понравится. Первая сборка. Ну, она не первая, она тысяча первая. Тысячу я уже открутил, просто чтобы послушать звук. Особенностью системы Махлев является то, что вы не услышите скрипа пружин. Это не значит, что звука не будет вообще. Но пружины больше действительно не скрипят. Если мы возьмем старый, то где-то скрипели пружинки. Так скрипят пружины на RST-RM 2020. Ну, на 21 версии или Махлев такого звука нет. Но зато где-то у меня тут чуть поскрипывала, по-моему, красная сторона. Вот такой звук есть. Если слышно. Есть там все равно чему тереться, и кроме пружины. Так что на полную бесшумность не рассчитывайте. Хотя, да, система забавная. Интересная. Но потрясающий эффект она, конечно, не дает. Главной особенностью является то, что из коробки он поставляется в другой настройке. Не такой, как предыдущая версия. Тот был более затянутый. А магниты, по ощущению, такие же. Здесь же вращается значительно быстрее. Такой он погремушечный весь. Сразу чувствуется, что он дешевый. Да, это бюджетная модель. И кроме системы Маглев, здесь нет ничего интересного. Напомню, что вот эта вот система двойной настройки, дурацкая, архаичная. Я ее каждый раз критикую. Смысл-то в чем? Вы можете как отверточкой вращать болтик. Кстати, отверточка может примагнититься. Магнит в центре. Так, и вот этим ключиком. Поворачивать и слушать щелчки. На Yucine Little Magic V2 похожа система настройки, но там сделали цифры. Цифры хоть и не очень хорошо различимы, но можно увидеть и понять, в каком положении сейчас находится гаечка. Здесь же надо полностью все прощелкать и потом щелкать заново, чтобы как-то что-то изменить. И визуально не очевидно, в каком положении находится гаечка. Да, можно какие-то свои ориентиры здесь находить и люди этим пользуются, но мне не нравится совершенно. И в принципе система двойной регулировки лишена смысла, так как если мы делаем дискретную настройку, то у нас болты все должны быть в одном положении. А если мы начинаем регулировать один болт, то все, все щелчки уже сбиты. То есть мы гаечкой регулировать уже не можем одинаково на всех гранях, чтобы было все хорошо и идеально. Нужно быть каким-то супер чутким, либо уже просто настраивать по ощущениям, не обращая внимания ни на гайки, ни на болты, используя просто что придется. Поэтому я сейчас не буду раскручивать кубик, чтобы показать вам, как эти два магнитика притягиваются и принес другие. Потому что иначе я нарушу всю эту заводскую настройку, которую можно регулировать щелчками гайки. А я этого не хочу, я вроде более-менее кубик настроил и портить мне не хочется. В итоге, после тысячи сборок, что можно сказать? Кубик легкий, быстрый. Где-то сборок 200-300 я покрутил на заводской настройке. Потом все-таки на пару щелчков все грани затянул. Стало поудобнее. И я перестал использовать густую смазку, перешел на жидкую. Как мне не сильно нравился кубик этой модели, так он нравится и не стал. Не очень громкий, но такой вот пустоватый, погремушечный, хотя и звук не сильный. Кубик такой. Собирать можно. Понравится тем, кто не собирал магнитными кубами. Сейчас таких уже мало встретить можно. Ну и тем, кто любит слабые магниты. Для меня здесь контроля маловато. Какой-то он такой рыхлый, вялый куб. Ну, не совсем то, что я хочу. Собирать можно. На нем у меня за тысячу сборок сотка. Те же 15-16 секунд, что и обычно. На подобном кубике, ну, на предыдущей версии ставили национальные рекорды России, если не ошибаюсь. Напомню, что предыдущая версия, 2020, в моем видео в названии даже есть дополнительное слово «Стандарт». Так как компания Мою сама поняла, что дело магниты слабовато, даже выпустила версию с нормальными магнитами. Но R320 стал настолько популярным, что про это все забыли и радуются тому, что есть. В итоге, в 21-ю версию пошли те же самые магниты, ну, по ощущениям. Ну, из-за того, что пружины заменились на магнитную левитацию, он стал какой-то прям нереально быстрый. Очень быстрый кубик с недостаточным контролем. Все-таки здесь конфигурация основных магнитов, как по мне, не очень удачная. Но у него будут свои фанаты, многим он понравится. И мое мнение, возможно, не отражает предпочтение большинства. Ну, я для себя постепенно начинаю понимать, что пора завязывать с бюджетными трешками. В том числе я уже давно решил, что не буду покупать бюджетные большие кубы. Ну, а теперь, наверное, пришла пора расставаться с бюджетными трешками. Меня там ждут еще MP от ЧИ, Solar System S3M, Diancheng, MS Cube, MS 3L. И больше бюджетки покупать не хочется. Они не удивляют, они разочаровывают. Из всех бюджеток, что вот за последнее время я протестировал, оптимальный Meelong 3M, ну, либо Yuxin Little Magic. Вот хотите себе отличный бюджетный магнитный куб, Meelong 3M отличный результат. Он мне нравится гораздо больше, чем RS 3M, что 20, что 21. Давайте кубик теперь разберем и посмотрим, как же он отличается от предыдущей версии, за исключением системы магнитной левитации. Ну, и мы видим, что разницы никакой. Справа 21, Maglev, слева 20, 20 и RS 3M. Абсолютно одинаковые элементы. Никакой разницы. Это ребра, а это углы. То есть просто добавили систему Maglev и выпустили. Да, такую систему можно сделать самостоятельно. Для этого нужно пара магнитов немножко посидеть. Но смысла делать этого, конечно, нет. Проще купить недорогой кубик RS 3M 20, 21 и радоваться. Вполне возможно, что такой степени настройки, как у версии Maglev, можно добиться и без системы Maglev. Просто расслабив кубик посильнее. Может быть. Но ощущения от куба другие. Собирается он побыстрее, наверное. Легкий такой по вращению. И очень-очень быстрый. Но недостаточно контроля. Отсобирал я тысячу сборок. 50 опять сделаю на камеру. Сейчас в конце пара сборщик будет. Но если кто хочет посмотреть все 50 без монтажа, как это происходило, то ссылка будет в описании. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok